Металлоискатель на входе, с собой паспорт и черная гелевая ручка. Стартовал с самой массовой ЕГЭ по русскому языку. Это первый из двух обязательных экзаменов, а потому особенно важный, говорит Илья. Готовился со школьными преподавателями. У нас очень хороший педагог. На преджинении всего учебного года, конечно, все годы шел с голодной медали, и результат на данный момент, безусловно, важная часть. Опираясь только на собственные знания, за три с половиной часа школьникам необходимо решить тест и написать сочинение. Для Екатерины это несложно. За 11 лет отличной учебы девушка приобрела достаточно знаний. Я хочу набрать в сумме баллов 260 и поступить в Москву, в Институт мира, Московский технологический университет на кибербезопасность. Чтобы рассчитывать на аттестат с отличием, школьники должны набрать не менее 70 баллов. Минимальный порог – 24. В глазах волнение, а на лице улыбка. В ожидании экзамена ребята шутят и подбадривают друг друга. Стараются собраться с мыслями, чтобы доказать. Готовились усердно. При подготовке основной упор на что делаем? По-русскому, правилам, грамматикам. Подготовка есть подготовка. Вне зависимости от интернета, вне зависимости от этого, мы достаточно старались учиться. На сколько баллов хотелось бы написать экзамен? На баллов 50. Не меньше 85 хотелось бы. Амбициозно. А ты? 85. Так же. Честно говоря, довольно-таки страшно. Неизвестно, что будет. Нужно писать на 75+, потому что будет медаль и будет красный аттестат. Конечно, хотелось бы 100 баллов, а там по ситуации. Настрой боевой. В аудиториях ребят встречают преподаватели, которые помогут решить любой организационный вопрос. За порядком следят наблюдатели. В помощь – камеры. Особое внимание, конечно, безопасности. В случае объявления тревоги, экзамен прервута, детей проводят в безопасное место. После выпускники смогут продолжить сдачу ЕГЭ. Время продлевается. Если ребенок посчитает, что он хочет завершить досрочный экзамен, он имеет право, составляем акт, отпускаем ребенка, он сдает экзамены в резервный день. По защищенным каналам в пункт проведения экзамена задания и бланки поступают через интернет. Распечатывают их в аудиториях непосредственно перед началом аттестации. ЕГЭ – лишь одной жизнедеятельности с заданием, который вам предстоит пройти. В отюбе, в карте, в том числе, в школе, по силам сдать ЕГЭ. Результаты школьники узнают 14 июня. Второй обязательный экзамен по профильной или базовой математике выпускники напишут 31 мая. Алена Хлудеева, Вадим Кулинич. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.